баксик ногти зачем грузишь маленький вот и делает подавишься и делаешь такой вот баксик у нас басик баксик чё делаешь-то акселька ногти грузишь ну просыпайся соня просыпайся соня этот соня этот соня зубастый кто такой зубастый кто баксик такселька хулиган 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 башка хулиган тянет лапки тянет зарядка у него да давай скажи кошки и собаки прежде чем проснуться они тянутся оттягиваются зарядка делают так что мама скажет давай делай зарядку баксик давай зарядку будем делать вышли гулять с баксиком площадку детскую мы быстренько проходим воробей воробьев гоняет баксик ты с ними хочешь побегать это хулиганчик ты моя летим летим тут тоже не останавливайся тут тоже как бы площадка пойдем 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 есть плохие места такие заброшенные где можно те в туалет сходить туда сейчас пойдем там захолустье но еще из лужи ты будешь пить ты что козлиночком станешь счет он к лужам стал неравнодушим такой довольный но сегодня сегодня по прохладней и собака где-то лает все он уже боится нет там собаки пойдем пойдем нет там собаки пойдем нет там собаки это где-то дома бакс идем сюда тут есть такое место но понеслушника чего-то растопырился я веником надо да веником тебя он веник первый раз видит ну ну веник увидел этим веником сейчас погонят тебя проблема в семье связи с поездкой каждый нервничает с того что не поехали того что закрыли турцию хватит грызть вида хлеб нашел на это на крышке люк и уже кидаемся куда только не кидаемся туда-сюда может быть этот отель забронирует на июнь если июнь откроют а если июнь не откроют пакс что-то съем не знаю чем проглотил я не за ним не усмотрела вот так отравит его и все балвис в общем или этот отель переносить на июнь на начало июня или его без доплата там с доплаты будет или без доплаты на 15 октября или же взять час какой-то отель еще может быть в кемере или где-то где не так жарко будет в июне не знаю сейчас голова я чуть всю ночь пускалах все мне это крутится вертится ехать куда-то в сочи не знаю но отдохнуть хочется листочки вот начинают листочки распускаться у березы и серьги уже такие высокие смысле вытянулись они же такие маленькие сережечки а тут они вытянулись чем через неделю листья точно будут да баксин идем домой по поводу психоза отъезда не отъезда все как-то так зыбко я понимаю что сейчас каждой семье наверно так предлагают из сочи бассейнка привет предлагают этот отель забронировать на июнь месяц но игры если не откроют но если не откроют еще будем также передвигать чем нервоз какой-то но этот отель на сван тур топ кп мы придется брать его как в летний сезон с доплатой но по расчету того года прошлого года по долларам того года вот в этом году доллар подскочил но я думаю все равно 1070 наверно троих надо будет доплачивать выход его перенести на 15 октября без доплаты я не знаю во первых у него горки во вторых бассейнов подогреваемых нет октябрь неизвестно какой там будет октябрь и вообще что-то быстрее хочется отдохнуть вот должна дело в том что быстрее хочется отдохнуть еще предложили как кимер на июнь месяц раз хотите побыстрее отдохнуть кимер а свандор перенести на октябрь может какой-то дешевый отель сейчас жду результат она подсчитает нам турагент сколько мы будем доплачивать за свандор на июнь если будет очень большая сумма то эту сумму лучше на эту сумму лучше взять еще один отель отдохнуть в июне по бюджет ненько так дождаться 15 октября думаю как всегда себе кофе 49 рублей литровая пачка молока опять же в красном белом так 32 жирность девочки сейчас я посмотрю откуда это тюмень вставляете тюмень золотые луга но попробовала из пачки прям хлебнула какой-то она невкусная но для кофе пойдет для кофе все нормально вчера мне купил холодец пробовали холодец я даже не помню какую какой комбинат его делает но немножко поела это для моих костей спины заботится так здесь этот цветок начал вянуть вставлять аленка не поливает цветы и я смотрю он прям уже погибал этот колонхой буду спасать так чужими еще то поесть шила творожку вот этого который я беру тоже в красном белом первый вкус и сметанка оттуда мне очень нравится вкусненько опять же тот сырок тысяча озер ломтиками прекрасной упаковки конвертиком прекрасно вообще суперски в общем будем сейчас пить кофе творожок баксика намыла кто хулиган кто проглотил что-то проглотил на улице главный давится прям убила бы ну что это такой бас почему так себя ведешь хлопать глазами лежит чуду гу фреган вечно голодный ну вечно всегда даешь вкусняшки и все не тут на улице нас хватить реакции клиентов на мою стрижку никто никто не сказал что мне плохо что мне эта стрижка плохо не идет вот даже все знакомые подруги приятельности концерт хорошо хорошо и все говорят ты помолодела в общем была я бабка 90-летняя стала бабка 52-летняя так вот нет нет это я так шуткой то что конечно короткая стрижка она всегда немного молодит или дает такой более задорный вид что ли а коры коры это стрижка классика и к сюжету не классика а коры это классика так что для лета я вот не пожалела что для лета вот так я постриглась летом работаешь шея вот эти волосы они они мешают они мешают и все потеет кругом течет ручьями а тут нечем утечь все об облегченном варианте из творожка себе намешаю чуть-чуть баксик уже уже на подходе ой как там песня мы что-то на подходе поют поют даже повторить повторить не сможешь в любом случае нас поездку что-нибудь придумаем без отдыха не останемся сейчас я усиленно худею хлеб не ем думаю немножко еще скинуть хотя многие говорят зачем 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 как зачем во первых у меня больная спина кстати я что находилась нагулялась может быть я еще нервничал с этой вот но с отменой поездки я плохо спала очень плохо спала я не знал куда ногу положить куда повернуться хорошо что я сплю одна я бы я бы муж просто замучил потому что я каждые пять минут меняю положение туда кто так кому-то понравится хорошо что в три комнаты и каждый в своей чуть-чуть когда составом и цветуши не кормим ничем когда вот так делают что все убираю он даже уходит говорит но все ложь ничем да ну да девчонки кто путешественницы вы что вообще решили куда-то ехать в июне ждать мне или на октябрь но это опять же до октября с ума сойдешь так хочется отдохнуть до кста я пересел прогулялись с ним не слушается ничего не слушает идет туда куда сам будет вчера муж говорит где больше есть ужинать а я бросил дома и не ела вчера а че утром и пекарна с баксом зашли я кофе взяла с сырником они сырник как он сочник и ушла на работу в обед я кафешке поела а вечером пришла я не знаю что там есть но что мален уже съел или что в общем сегодня будет делать а нам фарш первый раз курины на курины лук есть филе куриное прокрутит два раза уж нас крупная решетка не пищи лук добавит батон добавит значит сухариков сейчас на посмотреть и будет делать котлетки ночью девятнадцатый год пусть вы сделает все расстроиться вообще в человека как было я бы лену чё будем делать в крым поедем не хочу никуда ничего я очень чуть куда-то на тут решать на цивилизованно решать что-то психовать то в общем чем мы придумаем ладно бегу на работу увидимся пообедала вот смотрю каштаны ведь есть какие почки они такие смолистые смолистые прям даже как на них капельки блестят скоро каштаны распустятся огромные такие почки вот приближу вот почка смотрите почка она прям такая шишка целая гуляю после обеда хочу опять пойти на волгу уже готовят клумбы тепло я чуть плачь села я не думаю что-то сказали похолодание вроде небольшой думаю пойду к волге вдруг замерзну летний кафешка пивнушка вот уже клумбочки здесь кстати розочки есть т.а. буква т.а. тольятти азот все чистенько все каштанчики подкопаны прикопаны как скоро белить будут чисто очень чисто плиточка все все хорошо сейчас вот там где кпп пройду здесь дальше вот бассейн здесь подниматься здесь бассейн и спортивный комплекс там вот сиренища смотрите как здесь очень красивый сирень кстати будет сирень я вам потом засниму здесь очень красивая сирень такая вот именно сиреневая или как сказать ее лиловая в общем фуксия в общем будет кусточки красивые я засниму я обожаю этот цвет вообще я вот у меня даже склопнули прям уже вот-вот орхидеи все у меня такие лиловые ну люблю машин гаражи сделали вот так красиво из гаражи сейчас здесь пройду и потом где вот этот дом куда пойду и к волге спущусь вот он красивый дом он был очень долго долго стоял и достроенном обшили уже он даже в газончике не знаю травку посадит нет ну вот так вот открывают потихоньку все эти наши долгострои об облагораживают иду иду жара неимоверная зачем я плащ взяла березки вот она сколько тут наплакал это березка прям с нее видно текло-текло листочки я уже показывала сегодня будут листочки скоро капает с нее он ты бедная вот капает кто-то сломал ветку смотрите какой большой дуб здесь на детской площадке огромный дуб прям такой ас к скворечникам даже наверху к чистота порядок здесь опять иду той же виллой людмил но я никогда не видел чтобы она была открыт эта вилла в форме кафе в качестве кафе вот так что строили строили и ну просто стоит здание так что такая красотища у нас теперь с другой стороны получать снимаются красиво и собаки нет тишина на вилле тишина на вилле очень красиво но пустует даже не убирают здесь ничего мусор вокруг интересно ее хоть сторожат нет так красиво лестница вон видно там в окне что там еще лестница идет на третий этаж вот так вот так пойду позагораю приму солнечные ванны ну и верхом потом ехать над Волгой смотрите какой туманчик не туманчик литерочки прохладненький здесь как льдины тают вот из них как дымок даже какой-то сейчас ближе подойдем я вам покажу вот такими ступеньками не очень тут удобные они вот такие когда-то задумывалось все хорошее но так оно и бросилось все это в неухоженном состоянии все но ой холоднее прям вот чем ближе к воде сейчас я куртку надену а потом поднимусь и сниму позагораю наверху там женщина лежит загорает ех ты прям холодно сейчас я оденусь холодно я прям все утеплилась иду плач надела сейчас я вам покажу что здесь у нас что у нас тут пущусь даже к воде о холодный ветерок вот вот так уже льдины плавают лед стал очень-очень тонкий там прям все это это уже не лед это уже так себе уже все это так опасно тают-тают льдины плывут холодно так ухожу верхом не хочу заболеть в порту что-то там шумит работают никого здесь особо нет вон там две женщины лежат загорают смотрите загорают разделись и лежат там на я сейчас пойду тоже верхом пройдусь нет прям некомфортно холодно прям очень холодно вот эти там хаусы наши вот которые около 16 этажки они еще как то такие вот живые А вот эти, вот эти, которые сейчас показываю в конце, да, что-то они как-то продаюбываются. В общем, не больно-то там их обжили. Поднимал, задохнулся, но хочу выше подняться еще вот на ярус. Я не знаю, пройду здесь, нет? Холодно идти. А мне вот сколько забираться надо. Кто-то уже здесь шел. Ой, скольжу, скольжу. Дрова скользкая. Ой, все выше и выше. Мне лишь бы не шарахнуться. Вот, я сколько тут проползла. Еще чуть-чуть. Ой, не знаю, зачем схватиться. Ой, за ветки. Ну-ка, Света, еще чуть-чуть. О, молодец. Вот это я. Поднималась. Наверх. Еще надо наверх. Туда мне надо, наверх. Сейчас попробую вот этими кустами. Да. О, может, вот так. Опа. Сталкер. Света-сталкер. Так, так. Раз, я иду, иду. Фу. Кикмахер, куда ты лезешь? Держусь за ветки. Вот еще поднялась. Все, можно раздеваться. Здесь тепло. Отдохнусь. Отдышусь, то есть. Ой, дальше пойду. Вот она, волка-матушка. Легких путей не еще. Поднимаюсь все выше и выше. А сзади, вон, девушка тоже одна гуляет. Не одна я такая. Ненормальная. Здесь здорово. Здесь, на самом деле, так тепло уже, плащ. Плащ на руке. Раз, два, три. Этот четвертый ярус. А я пойду на пятый. Лучше. А я пойду сюда на пятый ярус. Фух. В три часа женщина подойдет. Говорю, подходите к трём часам. Ну, знакома. Я говорю, приду. Прогуляюсь после обеда. Выпью кофейку. И все. Будем работать. Съела я молочное. Ой, молочное. Лапшу домашнее. С курицей и яйцом. Котлетку рыбную. И салатик крабовый. Кстати, крабовый салатик с капусткой и с огурчиком. Что, Алёнке говорю, Алён, давай тоже сделаем. Купи крабовые палочки. Капуста дома есть. Яйца есть. Майонез есть. Огурец, крабовые палочки и кукурузу. Чем дальше вот сюда. Здесь всё такое, смотрите, всё белое-белое-белое. Льдина, все туда сместились. А здесь прям вот такая вот картина. Небо голубое опять отражается в реке. И кажется, река прям голубая, синяя. Плащу так подвязала. Иду, чтобы не мешал. Чтобы обе руки были свободны. Иди руками болтай, мотай. Снимай, загорай. Дубовая роща. В основном дубы. Такие старенькие. О махах. Старюченькие. Хоть бы одну белочку увидеть. Вряд ли. Так, ещё что ли чуть-чуть пройтись. Кстати, мне уже, по-моему, вот здесь надо. А, чуть-чуть ещё пройдусь. Никого. Такая красота. Никого. Редкий путник встретится. Ничего, вечером здесь вообще народу много. В стен гуляют. Дышат воздухом. Фонарики. Луна. Красиво. Загорают. Загорают, загорают, загорают. Вон там мужчина стоит, загорает один денёшенник. Так вот, красота такая здесь. Тишина. И уже загорающие. Так интересно. Лежат там на песочке. Это гудит там такое. Понятно, что гудит. Наверное, что-то связано с ГС. Что там может такое гудеть? Какая-то сигнализация или что? Не хочется громко разговаривать. Может, меня плохо слышно. В такой тишине. Пляж наш. Пляж. Такой вот там у нас песчаный. Всё, пошла я. Обед заканчивается. Пойду. Приятно. Ребёнок котлетки сделала. Куриные. Ну, попробуем. Хорошие. И салатик. С крабовыми палочками. Я уже ем. Укропчика нет. Всё равно всё вкусно. Молодец, Алёнка.